Самые опасные кредиторы, которые помешают пройти процедуру банкротства. С какими банками и займами нужно быть осторожными во время списания долгов? Какие кредиторы самые опасные? Почему же именно они являются самыми неприятными, если вы решились на процедуру банкротства? Всем здравствуйте, меня зовут Роман Родин, я руководитель федеральной юридической компании Дело Время. Здесь мы говорим простыми словами о ваших правах. Досматривайте обязательно это видео до конца, я расскажу какие кредиторы сделают абсолютно все, чтобы вам было максимально сложно банкротиться. А также вы узнаете в каких банках кредиты брать нельзя вообще. Видео досматриваем до конца и если у вас есть эти инфо и банки среди тех, где у вас долги, то в этом видео я расскажу что делать. Если вам важно быть в курсе правовой ситуации в России, то обязательно прямо сейчас подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео за наши старания и давайте начнем. Хочу сразу сказать, что кредиторы, о которых я буду говорить, действительно с большой вероятностью будут создавать вам проблемы, если вы захотите, конечно, списать свои долги. То есть они тщательно проверяют все, что касается вас и докапываются в процедуре банкротства буквально до всего. Какое имущество, какие сделки вы совершали и так далее. Однако это не означает, что процедуру банкротства вам проходить нельзя. Это означает лишь то, что банкротиться вам нужно исключительно с профессионалами. Итак, первый противный такой, знаете, кредитор это Сбербанк. Это кредитор довольно активный. У него большинство клиентов в России. И он пытается до последнего найти вашу собственность. То есть он не отстанет от вас, если вы уже в процедуре банкротства. Сюда же можно отнести и Тинькофф Банк. Тинькофф поступает даже чуть хитрее. Он просто при проявлении затяжных просрочек с вашей стороны продает долг коллекторам и живет себе спокойно. Только вот вам уже придется общаться с неприятными представителями этой службы коллекторской. Следующий кредитор это Совкомбанк. Тоже довольно активный и любит участвовать в процедуре банкротства. Будет устраивать дополнительные проверки и обязательно будет стараться придраться к спорным сделкам. Если, конечно, они есть. Еще один кредитор, который точно будет против вашего банкротства, это любые физические лица. Именно ваш близкий, в отличие от банков, заинтересован в том, чтобы получить свои деньги назад до копеечки. И даже если это ваш родственник, но когда дело касается денег, здесь и про родственные отношения речь уже не идет. Более того, именно ваш родственник или даже друг лучше всего осведомлен о вашем имуществе. Скорее всего, в курсе всех ваших сделок и каких-то там скрытых доходах. Он с радостью объявит об этом в суде и отвертеться будет уже сложнее. Кстати, а были ли у вас проблемы с этими банками? Как они себя вели после ваших просрочек? Пожалуйста, напишите вот именно вы банки, в которые вы вообще не рекомендуете обращаться. У вас может быть другой опыт, который будет полезен остальным заемщикам. А теперь давайте перейдем к таким кредиторам, как микрофинансовые организации. Да, среди них тоже есть более-менее адекватные и те, кто не очень назойливые. Обычно именно в МФО сотрудники позволяют себе вести себя за рамками нормы. Потому что им, так сказать, не так дорога репутация, как, например, банкам. Среди МФО я могу отметить одну из популярных. Это Белка Кредит. Страшно хамят по телефону. Не дадут вам списать долги через банкротство. Или, по крайней мере, будут препятствовать. Будут угрожать, что долг не спишется. И вы до конца дней будете им должны. Иногда звонят, представляются вообще сотрудниками полиции. Пишут гадости в социальных сетях. На всякий случай скажу, что это мое оценочное суждение. И дальше, ниже, тоже будет мое оценочное суждение. Еще такие МФО есть, как «надо денег», «умные наличные». Они никогда не приезжают к клиентам, но при этом могут звонить по 50 раз в день. Их не волнует, берете вы трубку или не берете. Они все равно продолжат свою атаку звонками. Тоже могут рассылать неприятные сообщения. Причем не только и не столько вам, сколько друзьям, коллегам, родственникам по работе, дабы оказать на вас психологическое воздействие. Поэтому с этими компаниями я категорически не рекомендую связываться. В любом случае нужно быть аккуратнее, если у вас большой долг. Тем более по расписке, если вы хотите банкротиться. Ваш друг-кредитор может и нанять юриста. И здесь уже процесс банкротства может быть чуть тяжелее. Чтобы не потерять все имущество, нужно грамотно подойти к процедуре банкротства. И обращаться нужно, я уже повторю в очередной раз, к нормальным специалистам. Могу, кстати, здесь уверенно сказать о нашей компании, что мы уже более 9 лет законно избавляем граждан от непосильных долгов. И за эти годы у нас не было внимания ни одного проигранного дела. И обязательно мы поможем и вам. Если вы хотите получить нашу помощь, узнать, можете ли вы списать свои долги через процедуру банкротства законно, то пишите нам по номеру WhatsApp или Telegram. Я приведу для вас абсолютно бесплатную консультацию, где вы сможете задать все интересующие вопросы. Ссылку на консультацию оставлю в описании под этим видео и в комментариях. Следующая инфо – это деньги в руки. Ребята из этой компании могут угрожать вам, что приедут к домой, и они вообще-то действительно могут это сделать. Совсем не обязательно они будут ждать, откроете ли вы им дверь или нет. Они могут расклеить что-то там гадкое, совсем неприятное, какие-нибудь листовки и так далее. Опять же, нельзя сказать, что это случится обязательно именно с вами и что это происходит, но вот прям со всеми гражданами нет. Но такие случаи были зафиксированы именно у моих клиентов, поэтому с этой микрофинансовой организацией связываться я не рекомендую. Друзья, хочу напомнить, что с 1 июля закрывать кредиты нужно будет по-новому. Закон уже вступил в силу. Как теперь оплатить кредиты, смотрите в нашем новом видео на канале, ссылка будет вот здесь на экране. В заключение я бы хотел сказать, что каким бы противным ни был кредитор, не надо бояться банкротства и думать, что с этим сложно справиться. Все можно решить, если проходить процедуру с нормальной и надежной компанией, которая обеспечит вам физическую и моральную поддержку и знает, что конкретно точно нужно делать, чтобы списать вам ваши долги. Напоминаю, что ссылка на нашу консультацию находится под этим видео внизу. Ждем вас. Друзья, а в каких банках лучше не брать кредит в 2024 году? Топ-6 опасных банков для должников и других заемщиков. Смотрите в моем видео на канале, ссылка будет вот здесь на экране. Друзья, у кого был горький опыт общения с коллекторами и взыскателями, то черкните, пожалуйста, в комментариях, было бы очень интересно узнать ваше мнение. Прошу вас поставить лайк в поддержку нашего канала. Это помогает продвигать наши видео. На этом у меня все. Всем пока и спасибо за просмотр. Субтитры создавал DimaTorzok